всем здравствуйте так ну вот потихонечку подключаемся немножко включились маленькой заминкой всем добрый день девчата кто включается к нам кто-то присоединяется мы с вами опять дожили до очередного четверга вот и сегодня четверг два часа дня и мы как всегда проводим мастер-класс и сегодня не исключение здравствуйте еще раз здравствуйте это прикольными даже можно знаете сидите просто интересно так смотришь в экраны здороваешься здороваешься так сейчас типсик прикрепляю пока вот может быть скриншот сделаете это так чисто для идей как всегда знаете рубрика у нас в четверг два часа быстрые дизайны быстрые дизайны которых не нужно очень много думать и мы сейчас с вами попробуем каких-нибудь парочку вариантов сделать хотя если вы сделаете скриншот с экрана я уверена что вы все сделаете абсолютно эти варианты без всяких проблем самое главное чтобы был конечно же ну какой-то минимальный набор гель-лаков рядышком до набор каких-то декораций новогодних благо в компании ими выпускается много таких вот материалов которые помогают мастерам быстро быстро делать дизайн да даже там как у нас обычно любят опоздавшим клиентам или быстрые дизайны или там дизайны со скоростью феррари и так далее да сейчас опять все равно кто-нибудь из девчат скажет ой на ляпи 100 и а ляпи 100 на ляпи 100 там типа много всего на самом деле больше техническая сторона вопроса интересует я все равно считаю что на одном пальчике можно что-нибудь такое замутить тем более что новый год это мне кажется один из праздников как когда клиенты даже те кто любят просто однотонное покрытие они все равно где то что-то на одном пальчике хоть стразинку хоть какой-нибудь бантик со стразинкой шарик там елочку и так далее все равно все рисуют даже знаете возрастные как бы да вот возрасте допустим девочки в возрасте это как бы то снеговичка норовят нарисовать то еще что-нибудь и так сегодня у нас четверг два часа дня и мы с вами делаем дизайны с помощью декораций которые вышли совсем недавно но самыми главными героями конечно это у нас являются опять же гель-лаки вы наверное уже обратили внимание что выполнены дизайны и вот в серо-розовом таком вот в цвете да и мы уже неоднократно как бы возвращались к этим вариантов гель-лака то есть как бы уже обсуждали эту тему так сейчас я чуть-чуть вот так вот подальше розовый цвет и серый цвет девчат те кто следят за работой компании ими да у нас периодически выходят материалы и всякие такие интересные наборы то по 2 по 2 штучки гель-лака в наборе то по 4 то по 6 по 8 и это как раз таки так здравствуйте наташа сейчас на одном не модно сейчас либо 4 либо все а ну писаете вот так вот все сделать у их дорого-богато ну как обычно возвращаемся всегда к одной и той же теме в каждом мастер-классе что дорого-богато как положено в ростове-на-дону кстати я опять не представила все время забываю ну как бы по это все связано с тем что не очень публичный человек поэтому на всякий случай меня зовут наташа фамилия как люгина и я работаю в городе ростове-на-дону школе екатерина верешниченко и потихонечку делаем дизайны с материалами которые с легкой руки выходят благодаря екатерине николаевне вере николаевне дай бог им здоровья вот а мы с вами продолжаем разговор о том какой сегодня у нас главный герой главный герой у нас сегодня два гель-лака набор капсулы видите вот вот она первая серый розовый цвет я думаю что скорее всего многих мастеров такие цвета есть не обязательно прям вот эми может быть у кого-то что-то нечто похожее есть набор капсул инициации две штучки просто хочется сказать о том что сейчас скидки скидки по моему сейчас этот набор стоит дешевле тысячу сто по моему вот точно это я пытаюсь читать здравствуй да сейчас она всех всегда делаю либо не на одном у меня все соседи балдеют от моих ногтей да ну как бы каждому свое до девчат в любом случае куча вот клиентов ходит допустим кто-то вообще терпеть не может никаких даже блесточек на ногтях а кто-то наоборот просит на все пальцы да еще из собой унести правильно там пару стразиков насыпьте еще в ладошке так вот значит мы с вами вспоминаем о том что у нас есть вот такой набор гель-лаков инициация допустим серый розовый цвет капсула номер один видно и сейчас как бы скидочка по моему 1100 рублей всего стоит именно эти два цвета стоят у меня сегодня в задании с помощью которых мы будем как бы делать покрытие и вот на этих двух цветах мы будем делать с вами дизайн а дизайны будем делать с помощью пока уберу так два цвета я уже показала розовый серенький да так в работу мы с вами конечно же все не успеем взять но тем не менее хочется заострить внимание я думаю что те кто любит работать с материалами с готовыми да ведь компания имена забавно что она упускает материалы и сразу предлагает кучу готовых вариантов с этими с этими декорациями вот и поэтому сейчас вот у нас появились недавно и будут какое-то время продаваться на новогодние до варианты это шарми кончики наклеечки кто еще не знает просто наклеивается на идеально гладкую ровную поверхность значит перевернем это у нас так сейчас мы сориентируемся 225 природный паттерн вот природы веточки видите такие черные белые и золотые серебряные видите как классно смотрится опять даже на любой фон хорошо будет и белые золотом очень прикольно именно такая зимняя веточка хотя может быть и не зимний да останется можно потом на весной нарисовать зеленые листики на эти веточки так новогодний декор 226 вот такие цепочки с колокольчиками мне нравится вот эти вот разделительные такие цепи которыми можно отделять цвет от цвета да то есть как бы отделять какие-то зоны или просто допустим там посредине ноготочка повесил колокольчик и замечательно да и плюс 100 рублей к чеку так вот такой вариант и например моменты праздника но тут уже елки-шарики так чтоб не отсвечивала елки-шарики звездочки надписи да мне нравится вот эти всякие то мэри крисманс там чудесные моменты и так далее то есть вот такой вот вариант и очень прикольные вариантики nail crust да девчат это слайдеры слайдеры объемные сразу как бы объемные тут есть и с камушками и без камушков вот два варианта без камушков так смотрим это значит 38 39 лесная сказка птички конечки домики и так далее я немножко скептически отнеслась конькам а потом когда сделала вариант где-то тут они висят коньки не потеряла по дороге да вариант не не дал не где-то 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 внесла и где-то потеряла с конечками был вариант так ну смотрите вот например шишки до елочки звездочки вот этот вот рождественский цветочек они все объемные да прикольные получаются и все имеют объем хорошо стоят на поверхности ну это такие они как бы резиненные полистые да потом покрываешь топом убираешь лишнее получается объемные конечки очень прикольно смотрится так и еще один вариант скандинавский стиль видите вот тут тоже получается птички всякие там и тоже коньки и веточки просто цвет другой видите вот они такие вот разные зеленые такие красные а эти такие больше желтые так далее такие вот видите коричневые очень интересные варианты так и с камушками с камушками зимние мотивы опять же вот они готовые камни покрываете просто и все они блестят то есть они с камушками так и волшебное настроение тоже шарики варежки вся зимняя тематика бантики и так далее видно с такими красивым отблеском вот такие вот варианты понятно что мы все не успеем сделать ну хотя бы парочку вариантов мы конечно же замутим и так предлагаю сделать вариант например вот шишкой прикольно да можно еще задействовать spider гель он всегда у всех есть и например вот такой вот вариант совместить даже пару наклеечек и шарми кончики и так поехали так ну например конечно же на подготовленную поверхность ну имеется ввиду и все-таки вас приятно так слушать спасибо большое так значит мы с вами делаем сейчас ну естественно базы мы типсу покрывать не будем смысла никакого в этом нет потому что нету типса ни валиков ни в ростов вот поэтому сейчас чуть-чуть вот эту липучку заправлю чтобы герлочок по бокам не стекал так ну давайте вот так например верхушечка у нас будет серенького цвета а можно просто сделать беленькую я делала и беленькую в том числе но мне же нужно задействовать два цвета да в моем задании два цвета поставила сама себе задание нету никаких других лаков гель лаков да есть вот только серый и розовый цвет да это буквально девчат секундочку я пока на экран положу не отключилась лампа сейчас я включу я думаю что она все-таки отключилась у меня лампа время что-то с видимо с проводом поэтому сейчас буквально секундочку все другой провод принесла все и теперь конечно же просушиваем прошу прощения за маленькую заминочку так а и второй вариант да давайте вот такой интересный с чашкой например сделаем совмещая слайдеры и шармиконы и серый цвет мы положим например посерединке то есть на просушенную базу до либо на запиленную поверхность искусственного ноготочка пусть это будет гелевая система акригелевая абсолютно неважно на запиленную хорошо просушенную запиленную хорошо отшлифованной обезжиренной поверхности наносим цветное покрытие мне тут немножко неудобно под лампой но ничего я как быть подстроюсь немножко чуть-чуть скосила так это только центральная часть ноготочка так просушиваем наверное как любые покрытия мне написали про типсы на самом деле бы сегодня такой маленький был конфуз потому что сегодня идет курс и мне нужно было быстро быстро собраться и я забыла взять с собой маленькие типсы поэтому придется сделать на больших но ничего страшного сделаем на таких потому что посредине полосочку покрыть вы можете и на длинных ноготочках и на коротких так просушиваем ну естественно добавляем второй цвет из нашего задания это розовый это розовый ну стык в стык конечно же по границе я сильно не буду выравнивать ровно границу потому что туда можно либо шарми кончик приклеить в виде каких-нибудь там камушков да можно какую-нибудь цепочечку там и так далее ну а мы в работу добавим например спайдер гель мне нравится так просушиваем розовый цвет достаточно даже положить в один слой и да и так очень плотно ложится вот серенький я продублировала чтобы поплотнее был хотя на самом деле он плотный просто он очень светлый на молочной типсе выглядит так как будто он полупрозрачный так аккуратненько добавим немножко вот написали что коньки давайте достанем из ящика давайте коньки давайте сейчас куда-нибудь пристроим потому что они все будут в тему на самом деле картинки раз уж мы сегодня говорим про вновь вышедшие декорации новогодняя тема так я пытаюсь просто ровно вывести и мне не очень удобно вот кто знает вот как бы снимают когда допустим ролики и телефон прям поближе поближе к типсинки и так неудобно вот сюда так вот сбоку подлезла чтобы ровно вывести ну принципе нормально получилось так что сюда можно добавить ну вот мне нравится очень часто добавляю наверное многие уже наверно надоело мне нравится вот эти всякие лаки которые с крапушками идут они так забавно смотрятся можно так чуть-чуть вот на эту сторону вот на эту сторону так где у меня будет видно вот с этой стороны будет видно крапушки чуть-чуть на в будущем так и вот здесь чуть-чуть и чтобы они были не крупные такие мелкие ну вот так хватит а то я пытаюсь знаете то убрать то добавить и опять то убрать и добавить можно добавить например помните бы такой был набор гелевой краски конфетти с блёсточками можно какой-нибудь сейчас взять блеск давайте вот например нам принципе все равно давайте вот такой возьмем конфетти так классно они блестят так классно они ложатся и если мы говорим про новый год то почему бы не вспомнить про какие-нибудь гелевые краски которые называются конфетти и немножечко немножечко добавить вот сюда вот в серединочку да там крапушки тут блёсточки натура такая знаете это опыляешься когда это екатерина николаевна всегда что-нибудь где-нибудь да добавить пусть блестят в конце концов картинку общего не не испортит и так будет много всего так просушиваем так и давайте добавим сюда спайдер гель спайдер гель мы возьмем черненького цвета эх как не хотелось пачкаться но все равно получилось так и сюда мы в работу добавим спайдер гель и там и там так поехали можно какую-нибудь апельсиновую палочку взять у кого и что под руками так и давайте вот так вот девчат понятно все время говорю о том что на типсе конечно легко сделать и каждый может сейчас отказать типа ага деловая хорошо на типсе на самом деле как бы понятно что от валика до валика и понятно что валики испачкаются но не без этого ну ничего страшного я думаю найдете способ это все как бы вытереть правильно с поверхности так здесь потом закроется слайдером у нас средняя часть ноготочка но что-то все равно останется видным и давайте так сейчас мы так вот пересечем немножко ниточки а то получается из-за того что мне плохо видно из-за телефона как-то однобоко получается так и давайте вот сюда вытянем так вот с краешку вот сюда вот я туда-сюда туда-сюда так и мне нужно чтобы было несколько ниточек чтобы интересней чем больше не так тем дороже дизайн намотали три раза плюс 50 рублей намотали 4 раза плюс 100 рублей так просушиваем и точно также выделяем зону на втором варианте до старайтесь потоньше да вот я потоньше вытянула и по границе и даже если вы покрыли например не очень там ровно выверили вымерили границу между двумя цветами ничего страшного правильно то есть как бы можно запросто замаскировать замаскируем сейчас границу между двумя цветами и будет как будто так и должно быть а на самом деле правда когда наносила два цвета пробовала делать какой-то вариант криво получилось вспомнила что и спайдер гель почему бы взять и спайдер гелем не прикрыть все косяки которые были вообще иногда это знаете смотрела часто вот за много лет наблюдала за работой катя мирошниченко иногда даже не иногда часто классные дизайны получались из испорченных дизайнов вот она что-нибудь сидит сидит допустим там делает и потом раз что-то испортилась бросила потом вернулась через пару дней к это типсе и получил доделала и получился красивый дизайн вот присоединилась присоединилась так вопросов пока никаких нету и так цветное покрытие сделали немножко добавили гель-лак скрапушками и сверху намотали спайдергель никаких промежуточных этапов у нас не было да все все на липкий слой все сверху все друг на друга без всяких лишних покрытий так теперь мне нужно взять какую-нибудь из новеньких слайдер да и определиться что я буду цеплять но мне очень сильно нравится вот этот вариант с шишкой просто она такая объемная такая красивая видите а можно составить композицию взять например одну шишку под нее подставить еще одну веточку под нее поставить еще одну веточку прям собрать из из нескольких веточек целый гербарий возьмем ножницы сейчас секундочку где же мои ножницы это что-то обычно знаете когда не нужно все лежит под руками как только что то потребует не могу девчата секундочку секундочку так этот вариант у нас тоже высох так и сюда да ну тут предложили вот коньки например можно кстати прям отсюда и коньки например до пристроить можно например взять какие-нибудь надписи до надписи можно предыдущих шарми кончиках были вот такие вот звездочки до всякие помните там звездная пыль была звезды можно вот звездочки добавить тоже в работу к новогодним да если у вас остались очень даже пригодятся прям тут даже кстати надписи такие какие то есть про звезды про звезды сейчас девчата буквально секундочку возьму ножнички а а а а а а а а Так, все-таки ножнички я нашла немножко. У нас сегодня какой-то такой сумбур в прямом эфире получился. Так, мы с вами открываем. Пакетик сохраняю обычно, потом сюда же в пакетик и складываем. Так, вырезаем красивую большую шишку, что было видно на экране. Так, ну, слайдерами как работать? Все прекрасно понимают, да? Неважно, какие они объемные, необъемные, плоские, неплоские. Конечно же, через воду, да? То есть надо какую-нибудь сейчас влажную салфеточку. И она у меня 100% есть. И, слава богу, за салфеткой завлаженной точно бежать не буду никуда. Так, вот он, оп, большую шишку взяла. А для второго варианта можно прям, да, отсюда же взять, например, вот коньки, да? Вот эти вот. Ну, мне так хотелось чашку, прикольно. Ну, ладно, давайте с коньками разберемся. Так, вырезала коньки. Но мне даже хочется еще что-нибудь добавить конькам. Сейчас посмотрим. Так, коньки тоже приготовили. Так, я думаю, знаете, вот сейчас вот вышла вот в Эмми вот эти вот декорации новогодние. Сейчас во всех представительствах Эмми девчонки-инструктора начнут делать дизайны, потихонечку выкладывать. И вот будут делать из одних и тех же вот декораций, но все время будет у всех все по-разному. Где-то что-то будет повторяться, но все равно будет какой-то свой колорит во всем этом. Так, я хочу еще какую-нибудь веточку взять и под конечки положить. Может быть, вот такую какую-нибудь сейчас посмотрим. Посмотрим, вот не знаю, что-нибудь хочется мне еще добавить. Вот, и все будут инструктора вот с разных, вот особенно там Новокузнецк, Олеся будет там, Юфатова Ира, Мамедова Ира. Ой, Надя Тели, если вы не подписаны на Надю Тели, подпишитесь. Это просто тоже богиня дизайнов, так классные, интересные такие варианты делает. Вот, значит, и мы с вами сейчас, смотря что, прикрепляем, правильно? Если вы хотите прикрепить, например, какую-нибудь надпись, а надпись хорошо тоже как бы добавляет какого-то такого немножко современности, скажем, тогда можно просто немножечко липкий слой брать с помощью обезжиривателя на том месте, где вы хотите приклеить, например, наклеечку. Ну, вот тут хочу приклеить. Так, и здесь, например, вот сюда хочу наклеить, а ниже у меня будет слайдер. Так, сейчас, секундочку. Минуточку, секундочку. Вообще, под шермиконы, если вы хотите приклеить шермиконы, то лучше всего мы, конечно же, рекомендуем все-таки покрывать теклосом. Ну, просто если наклеечка совсем маленькая, то, в принципе, можно и так выкрутиться. А если все-таки крупненькая, то лучше все-таки взять и перекрыть теклосом и уже приклеить на просушенный теклос. На просушенный теклос, так, я немножко испарчиковала картинку, сейчас возьму другую какую-нибудь наклеечку. Буквально секундочку. Давайте вот так сделаем. Мелкая не могла поддеть. Вот сюда, пусть будет наклеечка вот здесь. И здесь мы сейчас приклеим на второй. Так, на столе трудно что-то найти у мастера, да, как обычно. Возьмем вот такую. Тут вот есть всякие про Новый год. Так, шермикончик. Так, и здесь, например, вот наклеим штучку-дрючку вот сюда. Вот. Все, есть. Шермикончики добавили. Видно? Ну, а теперь добавим, осталось добавить нам слайдеры, которые у нас уже лежат в водичке и уже готовы к употреблению. Так, значит, если мы хотим приклеить слайдер, мы пользуемся слайдер-топом. Если слайдер-топа у вас нет, можно просто нанести на это место базу жидкую. Базу базой тихонечко прокрыть и на базу посадить. Тоже базу подсушить. Вот я сейчас слайдер-топ нанесла, просушу 10-15 секундочек. Так, здесь давайте тоже нанесем слайдер-топ и просушим 10-15 секундочек. Это промежуточный этап, поэтому старайтесь, конечно же, промежуточные все топы наносить очень-очень-очень тонким слоем. Просушивайте 10-15 секунд. Так, теперь... Я даже с перепугу пинцет нашла. Беру вот эту красивучую шишку. Приклеиваем вот здесь на пересечении наших ниточек. Все, приклеили, подвинули туда, куда надо. Слайдер будет хорошо двигаться, если слайдер-топ чуть-чуть не досушить или базу чуть-чуть не досушить. То есть имеется в виду не 30 секунд сушить, а 10-15 секундочек. Вот, все, подвинули, куда мне надо. Просушили. Так, и давайте здесь тоже. Мы хотели с вами прикрепить коньки. Прикрепим коньки. А на первом варианте я сейчас вам все их, естественно, вместе все выложим. У меня там чашка прикреплена. Посмотрите, что одинаково будет хорошо. Что одно, что второе. Я вот тут еще себе придумала веточку пристроить. Ну, сейчас посмотрим. Мне даже кажется, что она будет лишняя. А ну-ка, не будем мы ничего сюда крепить. Коньки чуть-чуть пониже спустим. Так. Хотя можно было бы, знаете, эту самую, какую-нибудь веточку еловую, да? Какую-нибудь бы небольшую маленькую еловую веточку. Так, все, не будем дурить. Так, просушиваем. Обязательно, обязательно обрабатываем слайдеры, да, обязательно. Шармиконы не надо обрабатывать, а вот слайдеры обязательно нужно обработать. Просто, видите, на самом деле, если я бы не побежала бы за ножницами, то дизайны, конечно же, делаются очень быстро. Высыхает на воздухе 1-2 минуты, и после этого вы закрываете топом. Это может быть Т-класс, это может быть Ультрашайн. Ультрашайн, он только в конце один раз, да, как бы наносится. Он такой очень блестящий, такой долго держит, долго не царапается. И все, и после этого просто перекрываете топом. Обязательно все хорошенечко вот пропитываете, то есть ультрабонд вы нанесли, ультрабонд просох на воздухе. Дальше вы закрываете любым топом, которым вы работаете. И внимание, перед тем, как вы будете сушить, я обычно беру кисточку для градиента и просто убираю лишнее. Вот с шишечки немножко раз лишнее убрала, кисточку салфеткой вытерла, вот с веточки лишнее убрала, вытерла, вот здесь лишнее. И тогда все вот эти ягодки и веточки и шишечка будут объемными. Все лишнее убираем, просушиваем 1-2 минуты. Как фамилия Надежда? Надежда Телли. Телли, Франция. Тоже очень много интересных дизайнов придумывает, на ходу практически. Посмотрите, есть в Латвии Дина Зимина, тоже инструктор такой уже хороший, такой многолетний стаж, они уже работают лет 7, наверное. Вот Надя Телли, Леон, Дина Зимина, Латвия, Ира Юфатова, Саранск, Ира Мамедова, Пенза, Новокузнецк, Олеся. Такие девчонки, Оксана Панкова в Нальчике, тоже какие чудные варианты дизайна делает. Так, обязательно, девчат, Ультрабонд разрекламировала всю нашу команду Эми. Не вышли, пишут, у меня висит, не работает, не хочет. Как фамилия Надежда, так это я сказала. На Валбересе еще нету новых шармиконов. Девчат, должны быть, потому что уже в продажу поступили. Ну, может быть, Эми Шоп посмотрите. Вот, если в Эми Шоп есть, и там должны тоже быть. Так, и все, и закрываем топом. Опять же, я воспользуюсь Ультрашайном, он классно блестит, и все мои блесточки будут классно блестеть под глянцевым, красивым, стеклянным таким топом. Так, покрываем, вытираем, убираем. Вот видите, кисточкой для градиента она просто проходит между этими всеми елочками, иголочками, ботинком и лезвием. Все, убираем все лишнее. И просушиваем, просушиваем. Так, добавляем сюда в строй, к нашим типсикам. Так, просушили. Я вам сейчас прикреплю, на экран положу. Хотела сделать такой, знаете, прям очень-очень быстрый дизайн. Ну, как всегда, знаете, сделала в течение 10 минут, чуть-чуть. Да, наша, да, Олеся, огромный привет. Будете, мало ли, общаться где-то там. Олеське привет передавайте. Так, это вот вам варианты. Варианты из новых декораций. Единственное, что в моем задании сегодня я была просто ограничена в цвете. И я брала два цвета, розовый и серый, из капсулы номер один, инициации. И сейчас действует на эти гирлаки скидочка, поэтому можно, в принципе, воспользоваться для работы. Катя говорила, что не будет пока на ВБ новых. Девчат, ну, вполне возможно, поэтому на Эми Шоп, Эми Шоп, я думаю, что там все. Ну, посмотрите. Так, они точно хорошо будут держаться, если с них снимать топ. Нет, вы не полностью снимаете с них топ. Я специально беру для этого кисточку для градиента, только лишь потому, что, видите, она же прореженная, волосочки тоненькие на концах. И просто слегка-слегка убираю излишечки с поверхности картинки. И просто, когда вы потом, вот слышите, вот оно как каменное. Почему? Потому что, когда мы пропитываем с вами картинку эту объемную ультрабондом, а она сама по себе как пористая резинка, в эти поры как бы поступает вот этот ультрабондик, да? То есть, как бы в поры поступает ультрабонд, высыхает, получается она вся липкая получается. И когда вы закрываете топом, получается очень хорошее сцепление. Просто, когда вы кисточку убираете, лишний топик, и получается, картинка имеет объем, но при этом она твердая, как камень. Вот смотрите, послушайте, просто можно будет только спилить. Только спилить. Все вот эти объемные картинки, слышите, их нужно только потом спилить. Вот Татьяна нам пишет, что все есть на выборе, девчат. Посмотрите внимательно. Ну вот видите, там паутинка. Да, там, где конфетки вот эти вот нанизаны, да, это тоже как бы, где они у нас есть? Сейчас, девчат, хотела быстро опять найти на столе, но невозможно ничего найти быстро. Хотя бы не могу сказать, что это прям сильный бардак какой-то, но и тем не менее. Так, все вот эти вот, которые спросили, да, дизайн с конфетами, там паутинка? Да. На сером фоне нанесены также конфетти, также намотана паутинка, и как будто висят вот эти все запчасти. Это вот с этого варианта. Конфетка, бантик, можно сердечки навешать, да, шарики повесить. Вот, и получается вот так. Единственное, что, например, если конфета, она полностью белая, то, например, вот эту палочку с красным бантиком, камушками, и бантик я раскрасила просто белой пастой. Под вот этот шарик цветной, девчат, видите, вот он на картинке. Он на прозрачной основе, на прозрачной эти камушки. Поэтому, прежде чем приклеила шарик, я нарисовала белый кружочек, и получается тогда игрушка таким вот выделилась, таким, знаете, очень хорошим. Ну, стало хорошо очень видно. Так, я сейчас что-то тут наделала дел. Всем здравствуйте, вот так вот. Сейчас я переключусь. Получается у меня это быстро сделать. Мне нужна помощь, девчонки, подойдите ко мне, Ирочка. Не получается. Сейчас мы... Никаких признаков. Все. Не переворачивается экран, хоть ты, ты. Всем огромное спасибо, девчата. Очень прошу прощения за маленькую техническую оплошность в конце эфира. Всем до свидания. Всем до свидания. Хорошего. Побольше всех. Так, вот мне кажется, что... Получилось, да, до конца все-таки. Все. Не завис, да, больше. Мне кажется, меня совершенно не видно и не слышно. Спасибо, еще раз посмотрю. Одержа держится, дизайн с конфетами. Там, да, все, я на это ответила, слава богу. У меня тут маленькая заминка произошла. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok